Российский рынок акций позитивно отреагировал на решение ЦБ, но вскоре рост сошел на нет. Ключевая ставка осталась 16%, но риторика регулятора стала жестче. Также рынок поддержало выступление президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Но все ли так позитивно? Что делать инвесторам на следующей неделе? Ждать ли продолжение пятничного роста или коррекции еще не закончилось? В этом видео разберем важные заявления, прозвучавшие на форуме, а также проанализируем дальнейшие действия ЦБ и выберем лучшие акции для покупки на ближайшую перспективу. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции. Cashflow – ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Итак, в центре внимания на этой неделе стали новости с экономического форума и решения по ключевой ставке. Начнем с последнего. Банк России на очередном плановом заседании оставил ключевую ставку неизменной. Рынок отреагировал бодрым ростом. Это и понятно, худшее, что было заранее заложено в цены, недавним падением не случилось. Однако есть нюанс. Несмотря на то, что ставка осталась на прежнем уровне, Банк России отметил сохранение повышенной потребительской инфляции, которая подкрепляется существенным ростом российской экономики. Безработица на рекордном в истории уровне 2,6%, что также не помогает инфляции охладиться. Регулятор отмечает, инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции. На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. То есть не исключено, что после тактической паузы Банк России будет снова предметно рассматривать повышение ключевой ставки на своем следующем плановом заседании. Поэтому сломя голову, покупать акции широким фронтом и еще на все сейчас явно не стоит. А вот на какие акции стоит обратить внимание и какие покупаем лично мы, сейчас расскажем. На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний в размере 5%, срок действий, который Министерство финансов России предлагало установить с 2025 года и ограничить 2027 годом, будет действовать до 2030 года включительно. Во-первых, это предложение президента отлично вяжется с экономическим циклом развития российской экономики до 2030 года. Во-вторых, по нашему мнению, такой режим налогообложения благоприятен для IT-компаний, часть которых вообще не получает прибыль и все деньги вкладывает в рост. А для тех, кто прибыль получает, ставка в 5% не будет являться катастрофической, учитывая, что другие компании будут платить налог на прибыль с 2025 года в 25%. В-третьих, президент анонсировал, что в рамках национального проекта «Экономика данных» государством будет предусмотрен ряд мер поддержки российской IT-отрасли. Глава государства попросил правительства проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения. Есть и цель. На горизонте шести лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах. Все компании из IT-сектора интересны, но мы отметим Астру. Кстати, стало известно, что явный лидер гражданской авиации России компания Аэрофлот будет использовать IT-продукты на основе экосистемы Астра-Линукс. Компания Аэрофлот в рамках Петербургского международного экономического форума заключила соглашение с компанией Русбитех Астра, которая входит в группу компаний Астра и занимается разработкой и сопровождением операционной системы Астра-Линукс. Аэрофлот будет использовать широкий спектр IT-продуктов разработки компании Астра. Сотрудничество направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность собственных разработок. С течением времени все больше наших компаний разных размеров будут переходить на отечественный софт. Явным бенефициаром этого процесса будут его разработчики, среди которых и компания Астра. Более подробно про Астру мы рассказывали в этом видео, ссылка будет в описании. Также стоит обратить внимание на компанию Озон. По словам финансового директора компании Игоря Герасимова, каждая третья покупка в России будет совершаться онлайн в 2027 году. Озон является одним из локомотивов роста не только рынка электронной коммерции в России, но и рынка ритейла в целом. При этом Герасимов отметил, что каждый год значительного прироста любой большой организации будет даваться сложнее. По классике жанра в какой-то момент логично ожидать постепенного замедления наших темпов роста, заявил он, подчеркнув при этом, что потенциал роста у компаний по-прежнему остается большим. Рынок розничной торговли в России через четыре года вырастет практически в два раза. Сектор электронной торговли в рамках всего ритейла растет в четыре раза быстрее, чем базовый рынок розничной торговли, и такая тенденция в ближайшие годы сохранится. Компания Озон по итогам 2023 года занимала на рынке розничной торговли 3%, то есть потенциал дальнейшего роста очевиден, так же, как и у ТКС. ТКС Холдинг запустил процесс интеграции Росбанка. По мнению председателя правления банка Станислава Близнюка, рост клиентской базы с 5 миллионов до 43 миллионов с 2019 года по настоящее время является очень существенным, но компании по-прежнему не хватает масштаба. По словам топ-менеджера, после фазы инвестирования банку пора переходить к этапу монетизации. Банк хочет сместить фокус на рост активов и пассивов. С 2019 года банк нарастил капитал с 50 миллиардов рублей до 300 миллиардов рублей, постоянно реинвестируя прибыль с возвратом на капитал в 30-40%. Банк по-прежнему сохраняет огромный задел с точки зрения наращивания бизнеса, но не обладает достаточным объемом капитала для амбициозного роста. Исходя из этого, возникла идея интеграции Росбанка, который добавит капитал и крупный корпоративный сегмент с хорошей базой корпоративных клиентов. Объединенный бизнес будет в несколько раз больше с точки зрения активов, пассивов и, соответственно, доходов. По результатам этой интеграции банк войдет в топ-5 крупнейших игроков, а в 2026 году, по мнению Станислава Близнюка, у банка есть все шансы стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны. Глава банка подтвердил цель по возврату на капитал объединенной структуры более 30%, а при оптимистичном сценарии более 40%. А вот Зеленый банк делает ставку на искусственный интеллект. Глава Сбера Герман Греф во время выступления в Совете Федерации подтвердил планы банка по активному внедрению искусственного интеллекта в операционные процессы банка. По мнению Грефа, для этого есть вполне понятная экономическая причина. Сбер в прошлом году, благодаря внедрению ИИ, смог заработать 350 миллиардов рублей. В текущем году лидер банковского сектора ставит перед собой новую цель. Банк планирует заработать от внедрения ИИ 450 миллиардов рублей. Сбер продолжит инвестировать в технологию искусственного интеллекта, потому что, во-первых, определил для себя этот вектор технологического развития и выделил под него деньги, во-вторых, видит реальную финансовую отдачу от применения инновационных технологий. Кстати, вы заметили, что на общей коррекции российского фондового рынка, которая, по логике, должна резко негативно влиять на акции банковского сектора, Сбер смотрится очень уверенно. Это лишь подтверждает тот тезис, что участники рынка не спешат расставаться с таким качественным активом, и они во многом правы. Во-первых, приближаются дивиденды компании, и здесь существует сразу несколько стратегий, как для активных инвесторов, так и для долгосрочных, начиная от покупки акций под дивиденды и заканчивая покупкой на дивидендном гэпе. Во-вторых, банк отмечает рост финансовых показателей и их позитивный трек с сохранением рентабельности капитала даже в текущих условиях высокой ключевой ставки центробанка. Банк позитивно смотрит на годовой прогноз и даже может летом его откорректировать в сторону увеличения. Объективности ради скажем, что темпы роста основных метрик бизнеса могут частично замедлиться. В-третьих, рынок в оценку компании практически никак не закладывает ее будущий IT-потенциал. Это касается как оптимизации основного банковского бизнеса, так и сторонних сервисов. Отдача от текущих инвестиций в направлении может быть кратной на горизонте 3-5 лет. Сбер – топ. Учитывая клиентскую базу и узнаваемость, он мог бы стать компанией всего. Но, по словам менеджмента, такой задачи пока не стоит. Кстати, в канале Сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только на этой неделе мы заработали на акциях Московской биржи плюс 4%. Банк Санкт-Петербург принес нам 9%, а акции Норникеля менее чем за 4 часа выросли на 2,5%. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, причем все это абсолютно бесплатно. Ссылку на канал Сигналами оставим в описании. Вице-премьер Александр Новак во время выступления на Международном экономическом форуме обозначил ряд важных вводных по рынку энергоресурсов. За последние два года Россия перенаправила в дружественные страны около 80% всего экспорта энергетических ресурсов в числе ключевых партнеров страны Азии, Африки, Латинской Америки. Около 70% в расчетах за экспорт российских энергоресурсов приходится на национальные валюты. Спрос на нефть на горизонте до 2030 года может достичь 110-115 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими 102 млн баррелей. Решение ОПЕК Плюс по уровням добычи до конца 2025 года позитивно влияет на рынок нефти и помогает ему сохранять устойчивость. О чем это говорит? Наш нефтегаз и дальше будет получать профит от мирового рынка потребления энергоресурсов. Что же выбрать из нефтегазового сектора? Определенно, наш фаворит – Роснефть. Не самая хайповая бумага, которая частично обделена вниманием инвесторов, но которая в то же время приносит стабильные дивиденды своим акционерам. После опубликования финансового отчета по МСФО за первый квартал стало понятно – компания способна наращивать финансовые показатели в годовом и квартальном выражении, даже несмотря на волатильность нефтяных котировок и ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК Плюс. Финансовые показатели выше прошлого года и выше прогнозов создают надежный фундамент для выплаты и наращивания дивидендов, о которых не раз прямо говорил менеджмент. Роснефть пользуется меньшей популярностью у инвесторов, чем другие нефтяники, хотя финансовые показатели в порядке. За первый квартал компания заработала ориентировочно 19 рублей на акцию в виде дивидендов, которые могут быть выплачены по результатам полугодия. Если Роснефть продолжит в том же духе, котировки подтянутся за фундаменталом, не говоря уже про новые проекты и сотрудничества с Китаем под покровительством государства. Друзья, трудно делать видео не в виде вашей поддержки. Давайте вместе с вами общими усилиями наберем 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. На этой неделе Магнит разочаровал инвесторов дивидендами. В среднем рынок ожидал выплату за прошлый год на уровне 8-12%, а совет директоров компании рекомендовал выплату с доходностью 5-6% годовых в зависимости от того, на какую дату и котировку смотреть. При этом акции компании в моменте пролетели вниз 25%, понятное дело, что тут совпали и фактор пониженных дивидендов и общерыночный негатив. Мы считаем, что негативная реакция в котировках чрезмерна, учитывая защитный характер эмитента. Да, компания не оправдала дивидендных ожиданий, но Магнит не прекратил работу, а повышенная инфляция абсорбируется ритейлером. Компания решила придержать часть денег, которые могут быть направлены на развитие, обратный выкуп, дивиденды в будущем или на сделки слияния и поглощения. В конце концов, Магнит может разместить денежные средства под вкусную банковскую ставку. Скорее всего, акционер Магнита еще увидит дополнительные плюшки от компании. К слову, те акции, которые компания выкупала в рамках сделок с нерезидентами, с существенным дисконтом она пока не погасила. Конечно, хотелось бы купить акции крепкой компании, одного из лидеров продовольственного ритейлера страны пониже, но вряд ли рынок это позволит сделать. Основатель компании АФК-система Владимир Евтушенков обозначил перспективы будущих IPO дочерних компаний. В текущем году на биржу вышли МТС Банк, АФК-система является ключевым акционером МТС, и на днях производитель микроэлектроники компания Элемент, которую АФК контролирует совместно с Ростехом. По словам Евтушенкова, до конца года может быть еще одно размещение, но основная активность компании по выводу своих структур на биржу будет в следующем году. Сразу несколько компаний из контура АФК могут провести IPO в 2025 году. АФК обладает целой россыпью лакомых активов. Менеджмент фармацевтической компании Binafarm подтвердил планы по выходу на биржи азиатских стран. Инвесторы испытывают предметный интерес к сети отелей Cosmos, Агрохолдингу Степь и сети частных медицинских клиник МЭЦи. При этом котировки акций АФК заранее разогнали под эти размещения и им требуется локальное охлаждение. Не забудем и про неоднозначные финансовые результаты и повышенный долг. Можно подождать. А вот от кого точно не ждали позитива, так это от Сегежи. Акции у лесопромышленного холдинга от локального дна выросли на 27%. Рост в пятницу составил более 5%, а в моменте акции росли во время торговой сессии на 12% на повышенных оборотах торгов. Что происходит, может стоит покупать? Нет. Во-первых, мощный скачок акций последовал после решения Центробанка оставить ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых. Сегежа, учитывая ее долг, одна из самых чувствительных компаний на российском фондовом рынке к изменению процентных ставок в экономике. Чем выше ставка, тем выше платежи по долговым обязательствам. Во-вторых, основатель компании АФК-система Владимир Евтушенков, который является ключевым акционером Сегежа, заявил о том, что лесопромышленная компания не будет проводить дополнительное размещение акций из-за неблагоприятной ситуации на рынке. При этом вариант декапитализации компании не исключается, в том числе и из средств АФК. Скачок цены акций Сегежа носит спекулятивный характер, и покупать такой актив в инвестиционный портфель сейчас явно не стоит. Лучше поискать идеи в секторе застройщиков. Несмотря на то, что из каждого утюга доносятся новости и предложения по сворачиванию поддержки государством ипотечного кредитования и финансирования строительства жилья, Министерство финансов России может даже увеличить финансирование льготных ипотечных программ. Минфин планирует увеличить финансирование льготных и семейных ипотечных программ в 2024 году. Ведомство внесло поправки в закон о бюджете на 2024-2026 годы, одним из пунктов которого значится предоставление оператору льготных программ Дом РФ дополнительных субсидий целевого характера в размере 113 миллиардов рублей. 66 миллиардов рублей планируется потратить на семейную ипотеку, а 47 миллиардов – на льготную. В рамках текущего бюджета совокупные расходы на эти цели составляют 453 миллиарда 800 миллионов рублей. Примечательно, что в прошлом году совокупные затраты бюджета на обе государственные программы были втрое ниже. А это значит, что пока политики и экономисты говорят о необходимости сворачивания государственной поддержки строительства, Минфин незаметно для многих продолжает вливать в сектор субсидии, который застройщики конвертируют в финансовые итоги своей работы. Самый перспективный, на наш взгляд, в этом секторе – самолет. Компания «Самолет» обладает значительным внутренним потенциалом и речь даже не про бурное развитие и огромный земельный банк, а про подразделения компании «Самолет Плюс». «Самолет Плюс» – это быстро растущий сервис квартирных решений, начиная от поиска и покупки недвижимости и заканчивая дизайном, ремонтом и покупкой мебели, который насчитывает более 1600 офисов в более чем 250 городах России. Показатель оборота в первом квартале 2024 года увеличился на фантастические 125% в год-году до 100 миллиардов рублей, а число сделок выросло на 142% до 23 тысяч. Важными моментами являются высокие ожидания от операционных и финансовых итогов «Самолет Плюс», продолжение региональной экспансии, инвестиции в технологическую платформу, расширение сотрудничества с девелоперами и развитие сектора флиппинга. У компании «Самолет» есть два варианта. Первое – монетизировать сервис внутри компании. Второе – вывести его на биржу, тем самым еще больше, раскрыв свой внутренний потенциал. По заявлениям менеджмента компании, вывод «Самолет Плюс» на биржу возможен в 2026 году, а вот пре-IPO сервиса возможно в ближайшей перспективе. Финансовый отчет у компании «Самолет» за прошлый год отличный, на фоне повышенного спроса на недвижимость. «Самолет» продолжает развивать свой земельный банк, а также экосистему проектов и услуг. Определенно стоит присмотреться к данной компании. В комментариях под прошлым видео были вопросы про наших металлургов. Кого выбрать для покупки? Наш фаворит – это «Северсталь». Компания опубликовала стратегию развития на 2024-2028 годы. И здесь стоит обратить внимание на то, что «Северсталь» не будет менять дивидендную политику в рамках новой стратегии. По словам менеджмента, дивидендная политика является прозрачной и доказала свою эффективность в течение многих лет. В 2024 году компания вернулась к ежеквартальным дивидендным выплатам и планирует в дальнейшем следовать этой периодичности. По словам главы компании, залог роста дивидендов – успешная реализация новой стратегии развития. Стоит отметить, что пик капитальных затрат компании придется на 2025 год, в котором они составят 170 миллиардов рублей. В 2024 году ориентир по капитальным затратам – 119 миллиардов рублей. В целом, новая стратегия ставит адекватные цели. Компания следует классическому принципу – инвестиции сейчас, отдача потом. Акционеры за будущие дивиденды могут быть спокойны. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, а также посмотреть наши предыдущие видео – топ-акции для покупки в июне. И напоминаю вам, что у нас есть еще ютуб-канал по крипте. Все ссылки в описании.